Всем привет! Меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, что объединяет Басана Городовикова с Чулпан Хаматовой. Имя Басанг или Басанг весьма распространено у калмыков, как и, собственно, у других монголоязычных народов. Среди известных носителей этого имени можно назвать писателя Басанга Доржиева и генерала Басана Бадминовича Городовикова, монгольского актера, сыгравшего Чингисхана, Баддорджейн Басанджава и многих других. У калмыков имя это известно в двух вариантах – Басанг и Басанг. Разница этих имен заключается лишь в том, что форма Басанг характерна для восточных, северных и центральных районов Калмыкии. А Басанг – в большей степени для западных. Что же это за имя и какое значение оно имеет? Есть у басанов тезки и как их зовут? Имя Басанг было заимствовано нашими предками из тибетского языка, где оно звучит как Пасанг. Словом, Пасанг в стране снегов называли планету Венера, санскритский эквивалент Венеры – Шукра, а монгольский – Цолмон или Цолвон. Нужно заметить, что монгольские народы использовали абсолютно все названия Венеры. И тибетское слово Басанг в виде Басанг или Басанг, санскритское слово Шукра, которое превратилось у монголов в Сугар и свое собственное Цолмон или Цолвон. Кстати, слово Цолмон или Цолвон относится не к монгольской, а к тюрко-монгольской лексике. В тюркских языках Венеру называют Чулпан или Шолбан, что полностью соответствует монгольскому варианту Цолмон или Цолвон. Таким образом, люди, носящие имя Басанг или Басанг, являются тезками тем, кто носит имя Сугар, Цолмон, а также актрисе Чулпан Хаматовой, вурятскому режиссеру Солбану Лыгденову и главе республики Туа Шолбану Караолу. Ну и, разумеется, тем, кто носит европейское имя Венера. Вот такое интересное имя или даже несколько имен, обозначающих Венеру, есть в нашей национальной культуре. Субтитры создавал DimaTorzok